Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые студенты. Меня зовут Ирназар Факман Абдуллаук, я доцент кафедры факультетской госпитальной хирургии номер один Ташкентской медицинской академии. Сейчас мы будем разговаривать об острой артериальной непроходимости. Острой артериальной непроходимости – это заболевание, которое начинается внезапно, приводит к ишемии органа, в нашем понятии это ишемия нижней конечности или же верхней конечности, и основной причиной данного заболевания является это эмболия и тромбозы. Эмболия – это акклюзия артериального русла, материальным субстрактом, который попал в эту сосудистую зону с током крови. Вот эмболы и вот такое состояние, то есть здоровая сосудистая стенка, субстракт, тромб или же атероскериотическая бляшка, часть атероскериотической бляшки, которая чаще открывается с периферических отделов сосудов или же тромб, образующийся в сердце, отрывается и закрывает определенный калибр сосудов. И вторая причина этого, острый тромбоз мы говорили, это формирование тромба непосредственно в зоне окклюзии, на месте измененной в результате заболевания или травмы сосудистой стенки, которая вызывает существенные нарушения артериального кровотока. То есть для тромбоза нужен быть исходно поражен сосуд, то есть атероскериотическими бляшками, нужен должен быть стеноз в определенном проценте и замедление тока крови именно за счет стеноза приводит к образованию тромба. Вот две основные причины, приводящие к острой артериальной непроходимости. Но если будем останавливаться на эпидемиологию, то на сегодняшний день примерно 140 случаев на 1 миллион населения в год заболеваем с острой артериальной непроходимостью заболевания. Имеет тенденцию к увлечению это заболевание в связи с улучшением диагностики, конечно, роста пожилых людей, увеличением продолжительности жизни, то есть чем больше живет человек, тем он больше заболевает. Применение клапанных сосудистых протезов в хирургии и часто используемых внутрисосудистых исследований. То есть агрегатические исследования тоже являются факторами риска возникновения острой артериальной непроходимости. Но прогноз, конечно, нехороший при острой артериальной непроходимости, при несвоевременной диагностике, а это бывает часто при неадекватной помощи. В большинстве случаев все это кончается ампутацией, потерей конечностей. И в среднем, если обратиться к статистике, летальность среди оперированных больных по поводу этого заболевания достигает до 30%. Гангрена конечностей, требующих ампутаций, тоже примерно достигает до 30%. Конечно, основной причиной ишемии нижних конечностей являются следующие факторы. Это первичные тромбозы. Мы говорили, еще раз повторюсь, чтобы тромбоз был, должен быть исходно поражен сосуд атеросклеротическими изменениями в большинстве случаев. Дальше идет у нас эмболии, об этом тоже мы остановимся. Тромбозы протезов, процент тромбозов протезов тоже достигает до 15%, то есть он тоже высокий. И этот процент, он растет за счет реконструкции, выполняемых реконструкций больных с сосудистыми патологиями. Анебризмы и травмы тоже имеют место в причине невозникновения острой ишемии нижних конечностей. По причине острой артериальной непроходимости, то есть тромбозов по Савельеву примерно такое. То есть атеросклероз почти 85% является причиной неспецифической аортоартрит, дальше облетиривающей тромбонги, постпункционные тромбозы, посттравматические. Тромбозы после реконструктивных операций тоже имеют место, то есть при выполнении плановых хирургических операций на сосудах тоже имеют до 2% осложнение тромбоза в раннем или поздних послеоперационных периодах. Имеют место компрессионные тромбозы, то есть это при травмах, при гематомах, когда ломаются кости трубчатые при автотравмах, при сотных травмах и за счет перелома костей извне идет компрессия сосудов и возникают тромбозы артерии нижних конечностей. Ну, термин тромбоз, конечно же, он уже был, значит, сформулирован гиппократом. Значит, впервые успешную эмболектомию через 6 часов от начала заболевания остыл во Франции профессор Лейбер. И в СССР только в 30-м году первая успешная эмболектомия была сделана Давыдову. Ну, вот клиническая картина. Это эмбол, то есть эмболея больше бывает в области пикуркации. Это картина тромбоза схематически, да. Мы видим изменение стенки сосудов и появление тромбов. Это ангиоспазм, картина ангиоспазма. И, значит, травмы, полностью отрыв при резанных, полторезанных ранений сосудов. Тоже часто встречающаяся проблема. Смерть патофизиологии. При объяснении патофизиологии я обратился тоже к себе. Вот в истории в 2005 году мы делали конференции, когда мы были магистрами. И именно эту часть, часть этой проблемы я докладывал. И сейчас я позаимствовал у себя именно эти слайды. Попробую объяснить вам патофизиологию. Конечно, патофизиология – самый интересный момент заболевания. И хотелось бы остановить на цитате, которую высказал Фернер. «Возникновение болезни сопровождается переходом организма в мир новых и своеобразных законов». Конечно, при патофизиологии все изменяется. При появлении заболевания физиология изменяется. И организм уже работает по-другому. При острой артериальной непроходимости нарушается периферическая гемодинамика, которая приводит к нарушению центральной гемодинамики. Периферическая гемодинамика нарушается на уровне макро- и микро-гемодинамики. Значит, будем разбирать патофизиологию. Вот у нас анимация. Как изменяется микроциркуляция при острой артериальной непроходимости. В норме кровь приносит к клетке кислород, аминокислоты, глюкозу, жиры. И клетка как бы питается именно этими всеми веществами. Витамины, гормоны и так далее. И в норме у нас глюкоза плюс кислород, образуется вода, арбанотангидрид и энергия. Это у нас происходит в норме. То есть, аэробный гликолиз. Это у нас норма. Чтобы понять патологию, конечно, мы всегда вспоминаем физиологию, норму. И, значит, мышечный волк сокращается непосредственно из-за импульсов, которые передаются нервными путями. Вот произошла эмболия или же тромбоз. При этом отмечается изменение макрогемодинамики, да, снижается линейная скорость кровотока, снижается кровонаполнение, снижается объем кровотока в пораженной конечности и снижается перфузионное давление. То есть, изменения в начале происходят в макрогемодинамике, да. Дальше идет у нас изменение, что же происходит в микрососудистом русле. То есть, вот у нас уже произошел тромбоз. Здесь нарушается макрогемодинамика, микрогемодинамика, снижается концентрация кислорода. И первым на ишемию, значит, отвечают нервные волки. То есть, ишемия, нервные волки, они не способны долго держаться. И появляется парастезия у пациента, парастезия. Дальше снижается температура тела за счет нарушения кровообращения, вырабатываются, значит, активные вещества, цицехолин, серотонин, адреналин и идет спазм сосудов, спазм сосудов, который тоже своеобразно, значит, уменьшает микроциркуляцию. Дальше у нас идет, значит, за счет отсутствия кислорода глюкоза расщепляется анаэробным путем, образуя мочевую кислоту и энергию. Мочевая кислота влияет на PH, и PH у нас идет в сторону кислотности, повышается кислотность организма. Значит, кислота влияет на нервные волки и вызывает у пациента болевой синдром, сильный болевой синдром, поэтому у пациентов с острой эмболией нижней стороны болевой синдром бывает резко выраженным, резко выраженным. Значит, острая артериальная непроходимость влияет на, как говорили, макро- и микрогемодинамику. Макро- и микрогемодинамика повышается общепериферическое сопротивление, повышается диастолическое давление, во счет этого появляется тахикардия у пациента, снижается минутный объем, центрально-венозное давление, снижается сила сердечных сокращений, внешняя работа сердца и появляются признаки сердечной недостаточности. Дальше катахоламины, выработанные, да, за счет ишемии, действуют на гипоталямус, гипофиз, на почники вырабатываются, картикостероиды и идет метаболическая адаптация, то есть запускается компенсаторная способность организма. Катахоламины приводят к ангиоспазму, мы говорили, которые, да, нарушают микроциркуляцию, но приводят к перераспределению кровотока, увеличение притока крови в высшем уровне окружения и дальше приводят к распытию коллатерали за счет, значит, увеличения давления. Увеличивается сердечный выброс, повышается систолическое давление, улучшается функционирование коллатерали и в определенный момент у нас, значит, появляется улучшение кровообращения. Но если пусковой механизм, то есть окклюзия не ликвидируется, дальше у нас идет парез, то есть ишемия нервных волокон, пледия, уже нарушается движение нижних конечностей или же верхних конечностей, значит, за счет ишемии, за счет повышение кислотности постепенно появляются изменения в клетках, отек суфасциальный у нас идет дальше и омертвление постепенно клеток приводит к контрактуре следующие, да, стадия заболевания и в дальнейшем это все приводит к некрозу ткани. Вот примерно клиническая патофизиология, что происходит в организме в макрогемодинамическом уровне, микрогемодинамику, как изменяется в организме при острой артериальной непроходимости. Теперь заболевания, приводящие к артериальной эмболии, это, значит, заболевания сердца, атеросклеротические кардиопатии, острый инфаркт миокарда, постинфартные изменения, это аневризмы, появление аритмии, это пороки митрального аортального клапана. Вот статистика нам говорит почти 70% случаев эмболии, связанная с ишемической болезнью сердца и ее осложнениями. 10% аневризма левого желудочка является причиной эмболии и почти у 80% больных с острыми эмболиями выявляют вверхательную аритмию. Вот острый инфаркт миокарда, при котором, значит, идет омертвление ткани миокарда, приводит к нарушению ритма, образованию пристеночного тромба и эмболии. Также при остром инфаркте, значит, появляются аневризмы больше левого желудочка, где, значит, появляется фон образования, место образования тромба и, значит, риск возникновения эмболии возрастает. Также причинами эмболии могут быть миксомы, это опухоли сердца, да, бактериальный эндокардит, септический эндокардит, где колонии бактерий скапливаются больше, значит, в клапанах и образуют, значит, такие эмболы бактериальные. Дальше причинами могут быть искусственные клапаны у оперированных больных с пороками сердца. Следующими причинами эмболии является это аневризматические расширения аорты периферических артерий, аневризмы, как губные аорты, душная аорта, аневризмы поддошных артерий. При аневризмах, значит, при расширении аорты при стеночной образуются тромбы, атероскреатические бляшки и иногда, вот мы говорили в десяти процентах случаев, это кончается эмболией или же, значит, приводит к устрой артериальной непроходимости. Следующими причинами являются заболевания легких, это опухоли легких или же пневмонии легких, которые приводят к тромбозу легочных вен. По легочным венам, мы знаем, вытекает артериальная кровь, тромбозу к легочных венам, и, значит, образование тромбов легочных вен, могут привести к возникновению эмболии из легочных вен. Следующие причины, редкие причины, это, значит, при тромбозах, при эмболиях верхних конечностей, это добавочное ребро, добавочное ребро или школиностей, то есть мо корр Eat. Экстравазальная компрессия . Экстравазальная компрессия подключичной артерии тоже приводит к постсценотическому расширению стеноз . Вот постсценотическое расширение артерий, где образуется в расширенной части артерии образуются тромботические массы, которые могут привести к эмболии. Еще одной причиной эмболии нижних конечностей является тромбоза вен. Вроде тромбов вен могут вены, они попадают в лишнюю полную вену, потом правое предсердие, правое желудок и в большинстве случаев происходит тромбоэмболия легочной артерии. Легочная артерия только тромбирует. Но в редких случаях тромбоэмболия за счет тромбоза вен возникает за счет пороков в сердце, то есть пороков межжелудочного перегородки, межжелудочного перегородка. Или же межпредсердные перегородки приводят к появлению эмболизм в большом круге кровообращения, вот это в этом кромбе поступает в предсердие, переходит в левое предсердие, в желудочек и выбрасывается в большой круг кровообращения. Теперь заболевания, приводящие к тромбозу. Это атеросклероз, мы повторяемся, это аплитерирующий тромбангейт, неспецифический ауартоартрит, также плюс должны быть изменения системы гемостаза. Это атеросклеротическое поражение, идет снижение кровотока в суженных местах сосуда, которые приводят к тромбозу. Мы помним, значит, триада вирхова, это снижение скорости кровотока для образования тромбов, должно быть три момента, скорость движения снижается, это повышение сосудов, да, и изменение крови. Вот обычно тромбоз возникает у пожилых людей, которые страдают от раскироза. При тромбозах также имеет большое значение повреждение сосудов, причиной которой являются травмы, резанные ранения, толторезанные ранения, или же контузии сосудов, при которых теряется способность сосудов и приводят к тромбозу. Также переломы вывеси в суставах, переломы костей тоже схематически изображено перелом, да, приводят к возникновению поражения сосудов, приводя к тромбозу. То есть должно быть стандартом при автотравмах, при высотных травмах, при переломах костей верхних, нижних конечностей, переломах костей таза, обязательная диагностика, проверка проходимости магистральных артерий и вен нижних конечностей. Это обязательно должно быть протоколом, запомните, дорогие студенты. Почему? Потому что, да, травматолог смотрит пациента в практике, как отек нижника, поставит гипс, но иногда из-за неадекватного обследования упускается тот момент, который должен быть выявлен в ранних периодах, поражен бывает сосуд магистральный у пациента в перезенное время, через 2-3 дня уже начинается гембрия и все это кончается ампутация. Поэтому обязательно при травмах нужно обследовать именно не только рингем культиков, пластмедов и перезавходим. То есть нужно обследовать сосуды тоже. Теперь клиническая картина. Конечно, при острой артериальной непроходимости у нас в большинстве случаев это все начинается с сильной болью, пораженной конечности, при эмболии это на фоне полного благополучия, то есть человек был активным, ходил, ничего не болело у него, проблем не было, жалоб не было со стороны людей, конечно же, в легких конечностях. внезапно появились сильные боли, которые в динамике в большинстве случаев увеличивают. То есть онемение, похолодание, парастезия, то есть пациент говорит, осущает, то есть как бы отсидел ногу, как будто бы ползают мурашки, или же проходит электрический ток, или же ломзаются мелкие иголки понесли. Дальше у нас идет отсутствие пульсации, но обувь пульсации может повышаться. Снижение температуры кожи, то есть идет похолодание нижней конечности, расстройство поверхностных, глух, маха и чувствительности, обычно в виде чулков, носков, нарушение активных движений, то есть нарушается функция конечности, болезненность при пальпации, обычно мышц болени из-за отека, фасциальный отек у нас дальше идет ишемическая мышечная контрактура. Обычно локализация острых эмболических окклюзий это области бифуркации, это терминальный отдел аорты, это бифуркация бедренных артерий, бифуркация поздорчных артерий, бифуркация тибиальных артерий. Почти 80% эмболея происходят нижние конечности, 20% верхние конечности. Вот бедренная артерия поражается 40% статистика примерно поддошь 20% нижние нижние это плечевая артерия. Классификацию мы используем значит по Савельеву острые ишемии еще сейчас в новых изданиях классификация затевахина, но Савельев затевахин суть одна, то есть делится острое артериальное не проходилось на три стадии. Значит при первой А стадии у пациента появляется онемение, похолодание, фореспезии. При первой Б присоединяется к этим же симптомам, к этим же жалобам болевой синдром. Форес появляется уже и в второй А степени. Вторая Б степень мы говорим как для пациента плевия, нарушение двигательных уже расстройств. При субфасциальном отеке мы говорим третья А степень, третья Б степень парциальная контрактура и третья В степень это тотальная контрактура при донгрене нижних конечностей. Значит диагностика. При диагностике основным моментом появляются пульсации в пораженные конечности, так как фромбозы или же эмболии возникают внезапно и ситуация бывает экстренной, не всегда под рукой бывает дуплекс или же доплер, поэтому обычное объективное обследование, то есть определение пульсации в местах прохождение магистральных артерий дают нам почти 90% информации. При определении пульсации есть некоторые важные моменты. Это первое определять надо пульсацию во всех точках, то есть в нижних, верхних конечностях и обязательно сравнение, то есть человек например ходит более у него в левый нижний конец, обязательно нужно смотреть симметричность пульсации, то есть определять и в правой нижней конец тоже. Различать нужно пульсацию истинную от передаточной, да, это истинная пульсация, иногда бывает пульсация, но это бывает передаточной, то есть за счет, мы говорили, повышается минус тромб, повышается диастолическое, систолическое давление и повышается давление, и за счет этого выше, вот здесь у нас есть и тромб, выше тромба из-за сильного давления определяется ниже тоже пульсация, это бывает передаточная пульсация, при поверхностно расположенных артериях, при угол конструкции до человека можно пропальпировать эмболы, твердые эмболы, конечно. При спазме или же восходящем тромбозе пульсация максимальной эмбола может не определяться, то есть здесь у нас тромб или же эмбол вроде выше должна быть пульсация, но иногда она не определяется, потому что бывает ангиоспазм или же происходит постепенно нарастание тромба наверх, это восходящий тромбоз, из-за закрытия тромба как бы образуется силипой мешок, крови некуда идти и постепенно тромб он накапливается, наслаивается на друг друга и поднимается наверх. Иногда бывает эмбол стоит, лежит тромбоз, а ниже мы определяем пульсацию, обычно это бывает при эмболиях верхних конечностей за счет хорошего коллатерального кровотока, определяется ниже эмбола пульсация. И последнее это иногда бывает смотришь больного в приемном отделении, пульс, например, на бедре, на бедренной артерии отсутствует, вот накапливают быстро в течение час операцию и уже в операционной появляется пульсация, то есть исчезновение артериального спазма, еще раз я вам покажу исчезновение артериального спазма, приводит к миграции тромбов, эмбола вниз, и максимально появляется пульсация, это не значит, что заболевание то, что само по себе, то есть это значит эмбол мигрировал вниз. Значит, после определения пульсации, конечно же, если есть возможность, делаются инструментальные методы диагностики, это дуплексные исследования, которые дают нам информацию о скорости кровотока, типе кровотока, дальше у нас идет, конечно, ультразвуковое дуплексное сканирование, которое уже точно нам дает локализацию уровень тромбоза или же эмболии, при возможности нужно производить ангиографические методы исследования МСКТ или же селективную ангиографию, идет здесь внезапный обрыв артерии, бедренной артерии, который нам дает полную информацию, но еще раз повторюсь, острая артериальная непроходимость это случаи экстренные, не всегда бывает возможность выполнить диагностику, додиагностику инструментальными методами или же хоть у нас бывает возможность, то есть есть аппаратура, но у нас дефицит времени не дает нам возможность выполнить до диагностики, поэтому определение пульсации является важным моментом в диагностике данного заболевания. Дифференциальную диагностику нужно проводить конечно острым ослоением аорты, венозными тромбозами, критической ишемией, облетелищими эндортритом, острым поперечным миелитом и радикулитом. Когда же можно уже с точностью сказать, что это эмболия, то есть какие признаки нам дают возможность выставить диагноз эмболии, это молодой конечно возраст, то есть у молодых людей атеросклеротические изменения бывают очень редко, то есть не страдающие атеросклерозом люди. Если у пациента есть значит ревматические изменения, ревматические осложнения, это пороки сердца, да, то есть сердечная проблема. Если у пациента есть арепия, то есть уже без сомнения можно сказать, что это эмболия, то есть острая артериальная атеросклероза, вызвенная эмболия. Если же состояние возникает внезапно, да, острое щемение нижних конечностей, постепенно, больной в возрасте, раньше у больного в анамнезе были проблемы с перемежающей хромотаблой, то есть проблемы с нижней конечностей, без явного заболевания сердца, без мерцательной артерии, то мы уже можем сказать, что это тромбоз. Конечно, тромбоз, он протекает более благоприятнее, почему? Потому что мы сказали, что это атеросклероз в большинстве случаев, то есть у пациента была хроническая ишемия, то есть медленно протекающие заболевания приводят к полученному адаптации пациента к этой проблеме. Ну, острое рассвоение аорты происходит за счет аневризма, рассвоений, вот типы рассвоений, вот этот кровь попадает в рассвоение аорты, закрывается основная часть аорты, при этом возникает ишемия нижних конечностей, то при дифференциальной прогрессии боль, конечно, внезапная в обеих случаях, но при острой артериальной проходимости она интенсивная. Различие значит еще болевом синдроме при рассвоении идет и радиация болей в поясницу, в нижней конечности, ишемия конечностей не столь резкая, как при острой артериальной непроходимости движения сохранены, вот. Дальше идет у нас дифференциальная диагностика с острым венозным тромбозом, при венозных тромбозах, ранее говорящихся, мы говорили в лекциях при тромбозах, бывает белая флегмазия или же голубая флегмазия, которая за счет сильного отека при тромбозах приводит к экстравазальной компрессии артерии и возникновения нижней конечности. но здесь у нас есть оборот острое артериальное непроходимость в поздних статях приводит к тромбозу вен тоже. Это неблагоприятный призыв при данной патологии тромбоза артерии дальше приводит к тромбозу вен это нехороший призыв при таком течении заболевания риск ампутации он очень высок. Конечно острые венозные тромбозы должны быть конные заболевания больше бывают женщины это больные с опухолью начало заболевания постепенно при венозных тромбозах боли не такие острые не такие сильные отек конечно тотальный бывает то есть при устлоартериальной непроходимости отек бывает больше в области голени а при венозной патологии полностью отек бывает цвет кожи больше такой темный синюшный окрас окраски при артериальной патологии бывает бледный мраморный рисунок у нас идет чувствительность то есть при венозной патологии чувствительность больше не нарушается не нарушается и активные движения тоже почти не нарушаются но болевой синдром еще выражен и конечно человек не двигается лежит небо боясь не нарушается болевой и конечно важный момент определяется патология определяется патология определяется патология значит поперечные линии иискозные признаки этого страницела боль корызих людей корызих людей различных заболеваний воспалительного характера порез лиги в этой степени одного двух листов вяну паралит из них обитательного степени охвалительного характера с теми заболевания появляются зонами гиперфермией рефлексии отсутствуют в острове отременно походу рефлексии зачерпан сохраняется и опять таки у нас определение пульсации ставит точки то есть при литах при литах при литах во всех отделах доплеры дуплексами исследований проблем построения магистральных артерий не выявляются теперь тактика какая же наша тактика тактика зависит от степени ишемии нижних конечностей и при ишемии первые акции у нас при эмболии нужно выполнять эмблоэктомию операцию экстренная реконструктивная операция может быть на 24 часа при ишемии уже первой б второй а и б степени уже нужно выполнять операцию экстренно то есть у нас 24 кусок нет операция выполняется эмблоэктомия при третьей степени операция дополняется фасотомия во последующих слайдах покажу что при развитии уже ишемии третьей степени выполняется первичная ампутация практика при тромбозах чуть-чуть другая то есть есть разница при тромбозе имболии мы говорили имболия это на фоне полного здоровья заболевание начинается то есть нет коллатерали нет способности значит компенсаторной способности организма кишемии то есть организм не готов к ишемии на фоне полного здоровья на фоне чистых сосудов закрывается конечно при эмболии исход он неблагоприятнее чем при тромбозах при тромбозах мы говорили полное заболевание атеросклероз то есть имеется хроническая ишемия у больного поэтому при первой а б степени можно при второй степени операцию отложить до 24 часов иногда до 40 часов если есть необходимо дообследовать больного у нас есть время дообследовать больного сделать дуплекс сделать МСКТ ангиографию или же селективную ангиографию и выполнить реконструктивную операцию то есть не просто убрать тромб а убрать и причину возникновения тромба то есть атеросклеротически измененный сосуд нужно ликвидировать вот этот атеросклероз сделать реконструкцию восстановить магистральный кровоток восстановить хороший кровоток чтобы повторно не было тромбозов определить обратите внимание что в первой а степени то есть когда у пациента болевого синдрома нету есть только пары онемения похолодания нижнеконечно нарушения чувствительности в такой стадии можно начать консервативную терапию если идет регресс то именно ограничиться консервативной терапией также идет у нас значит при третьей а степени дополнить операцию фасотомии третьей б степени выполнить значит реконструкцию если есть значит кровоток центральный периферический то сделать реконструктивную операцию если при третьей б степени нету периферического или же нет центрального кровотока то выполняется ампутация при третьей б степени уже без никакой реконструкции то есть не пытаемся восстановить сосуд сразу же делаем первичную ампутацию консервативная терапия значит мы говорили это первая степень выполняется также во всех случаях для предоперационной подготовки во всех отсроченных операциях то есть мы идем например диагностики пока у нас идет временную диагностику для подготовки да операционной или же там начнем результат диагностики то есть в таких случаях всегда делаем значит консервативную терапию которая включает значит видение антикоагулянтов антиагрегантов соматических препаратов улучшающие реологию препаратов да и препаратов сердечных улучшающих общее соматическое состояние пациента теперь лечение значит лечение конечно хирургическое нас волнует нужно выполнять тромбектомию эмболектомию то для этого используется катетер в шогарте это специальные катетеры с цехоликом надуваются баллончики вводятся в раздутом состоянии катетер надувается и значит натягиваем этот катетер получается вот такое состояние то есть удаляется тромб тромбектомия реконструкция делается протезирование шунтирующие операции или же ставятся заплаты вот я говорил о фасотомии что это такое при острой ишемии третьей а степени мы дополняем реконструктивную операцию фасотомии то есть разрезаем фасы передней группы и задней группы мышц болени почему потому что при третьей а степени ишемии острой ишемии происходит суфасциальный отек то есть отек ткани который само по себе приводит к ишемии усилению ишемии поэтому чтобы отек он не действовал экстравазально мы разрезаем фасу и как бы значит даем возможность мышце вырезать и как бы расслабить вот эту компрессию оперативные доступы конечно же стандартные паховые доступы подколенные сибиальные артерии верхних конечностей это артерии плеча область бифуркации артерии предплечья значит подключичную область значит здесь доступ мы делаем ампутация конечно еще раз я повторюсь третья в степень сто процентов нужно делать первичную ампутацию то есть попытка бывает иногда пытаются хирурги спасти ногу да делать операции проходит день второй значит делается ампутация то есть не надо ждать не надо значит два раза мучить пациента то есть делать надо сразу первичную ампутацию почему потому что гангрена нижней конечности при фатальной контрактуре уже спасти конечность невозможно впоследствии реконструкции а время влияет нам на минус то есть вот эти все токсины вся омертвленная ткань она приводит острые артериале почечные печеночные недостатки все может кончиться летальностью вот такое состояние да тоже тотальная контрактура у пациента это вот у нас оперированные все пациенты я вам сейчас буду показывать клинические примеры тоже тотальная контрактура было произведено оперативное лечение то есть первичная ампутация вот сейчас значит у нас клинический пример это пациент с тромбозом значит области бифуркации ну сейчас извините за звук видео в нашей клинике мы оперируем область бифуркации тромбоз значит здесь терминального отдела орд открыли мы с обеих сторон тромб значит вот катетер сухарси сейчас вот мы увидим сейчас тромб как он выходит вот он тромб у нас вышел и значит произведение будем здесь мы проводить с обеих сторон с обеих сторон тромб эктомии вот такой тромб у нас вот следующая сторона тоже ввели катетер фугарти вот я рукой значит натягиваю и держу да чтобы не пробило чтобы кровотечения сильного не было и значит постепенно натягиваю тромб и вот иногда нужно выдавить вот я рукой выдавливаю значит тромботические массы вот сейчас вы увидите как бы тромб рождается вот так рождается он значит делается вот таким образом удаляется левой рукой определяется пульсацию если пульсация хорошая значит операция заканчивается ушиванием артерии то есть вот такое состояние тромб надавливаем надавливаем пинцетами ниже пальцами вот такие тромботические массы вот я говорил о значит травмах резанные ранения чаще начали встречаться при резаных ранениях не только сухожилия мышцы обязательно нужно удостовериться значит о проходимости артерии здесь вот поражение артерии предплечья после реконструкции то есть мы нашли артерию зашили значит восстановили кровоток и тем самым сохраняется конечность при травмах вот такое состояние тоже пациент резаная рана перелом костей голени значит артерии это артерии голени сделали реконструкцию то есть восстановили обязательно при резаных рамах или же травмах нужно значит освежить артерию что это значит то есть мы смотрим кончики артерии обычно идет размножение артерий обычно до здоровых тканей нужно убрать эту часть артерии и потом натянуть восстановить при больших дефектах ставится аллапротезы то есть берется вена у этого же организма у этого же пациента и ставится аллапротезы и вот состояние значит ноги после операции то есть у пациента была автотравма полностью перелом артерии левой голени и значит мы восстановили артерию то есть сохранили комиссию в некоторых моментах значит бывает невозможно резко восстановить кровоток артерию да нет например специалиста в этих случаях значит врач общей практике или же вообще другой врач другой специальности может наложить временные шунты обычной системы вот таким образом чтобы именно сохранить эту конечность то есть довести пациента до нужного места для реконструкции для реконструкции профилактики конечно же хотелось бы отметить чтобы пожилых людей лечения отраскировок лечения 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 агрегантов лечения шумительской болезни сердца острого инфаркта агрегии пороков сердца антикогулянтная терапия при лечении болезни болезни операции на клапанах обязательно то есть профилактические меры это здоровье уровня жизни правильное питание тоже влияет на уменьшение процента заболеваемости спасибо за внимание и наша лекция закончилась с лечения